МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джонтрон Иные задаются вопросом, как ты что-либо делаешь. Я тоже. Реклама видеоигр существует так же долго, как и сами видеоигры. Я тоже. Но потом увидите рекламку с Соником, который носится рядом с пчёлкой Черрио, и думаете, блядь, это же мейнстрим! Ведь вы знаете, что тогда все знали про мейнстрим. Рекламы обычно делились на два типа. В одном вам показывали настоящий геймплей игры. Второй же тип скорее больше напоминал хипстерскую поеботину из 90-х, от которой вы хотели наблевать на родных и близких. Чё-то эта реклама не побуждает меня играть в игры. Вообще никакие. Скорее хочется почитать какую-нибудь книжку. Ведь литература вечно. А что ты думаешь об этом, Жак? Тогда вы смотрите топ-10 реклам видеоигр. Номер 10. Давайте будем честны. Когда вы впервые услышали о Супер Марио, у вас в душе всё было вот так. Чёрт возьми, вам даже играть в это было не нужно, чтобы понять, как круто это было. Из-за этого давайте этот парень, который не имеет ни малейшего представления о видеоиграх, расскажет вам об этом сам. Тщательно в этой рекламе, так это то, что всего где-то в пяти случаях он говорит о вещах, которые имеют отношение к Марио. А, простите, немного более реалистично? По сравнению с чем? С Супер Братьями Марио 2? Который похож на сон про турнепсы Страуса. Ну что ж, возможно это действительно более реалистично, чем это. Но для многих из нас такая реклама была серьёзным делом. Ведь это был единственный шанс для нас взглянуть на ожидаемую игру хотя бы глазочком по телевизору. Батя, принеси мне лопатник Джонни, я сорвал банк! Это был я в детстве. И да, меня избивали. Номер 9 Элементы успешной игровой рекламы в 80-х. Ботаник на месте. Цан с отсутствием личности на месте. Римплей, который почти ничего не расскажет, тут уточки. Видел последнюю новость от Нинтендо? Ооо, отличная графика! В смысле, ты что, ещё не играл в неё? Это один из самых худших примеров стереотипных персонажей в рекламе. Какая у них тут демография? Клёвый пацанёнок и ботан. Да и к тому же, клёвый пацан брал журнал так, словно бы это батино-порнушка. Ооо, вот это графика! Я бы подвигал тут джойстик. Да кто вообще так считает игровой журнал? О, Господи, какая графика! Ну чего вы не знали, так это то, что на самом деле эти ребятишки ещё и гангстеры. Слушайте, я знаю, что я белый, но на фоне этих детей я выгляжу как грёбаный педиди. Номер восемь. Я знаю, что такая элита, как вы, ребятки, вели себя так. Эта рекламная кампания для Dead Space 2 просто неприемлема. Она изображает геймеров недалёкими дичьми. И знаете, чтобы повеселиться хоть один грёбанный раз в вашей странной жизни. На тот случай, если кто-то из вас не застал вирусную рекламу, ваша мама ненавидит Dead Space 2, я вам расскажу. По сути, они взяли целую кучу консервативных мамашек из Средней Америки, посадили их перед Dead Space 2 и записали, как они плачут, что нация идёт ко дну. Запретите Call of Duty и кислый Скиттлз. Мне кажется, эта игра просто ужасна. Отвратительно. Я ненавижу это. Это ужасно, неудивительно, что общество так коррумпировано. Ну ведь так взрастим общество преступников. Если я лично увижу где-то эту игру, я возьму молоток и просто размажу её. Разве не можете воспринимать вещи, как они есть? Это же не взаправду! Я объясню. Дети не настолько тупы. Ладно, настолько. Но не настолько. Только потому, что ребёнок увидел, как кого-то убили в видеоигре, это не значит, что он пойдёт на улицу и повторит это. Бляски боже, мне правда нужно это объяснять. Безумные маньяки, психопаты и массовые убийцы наводняли улицы со времён Понга. Спейс Вора, Командора. И где же тогда они так наловчились? В шоу Энди Гриффита. В этой рекламной кампании нет какого-то чёткого послания, просто типичная мама причитает. Вот данный монстр! Это никогда не постареет. Вы можете хоть насрать на это, но я здесь, чтобы повеселиться как следует. Я определённо повеселился, смотря вот это. Следующий! Номер семь. Разве Ви нуждается в рекламе? Ведь в 2007-м все и так сходили с ума по этим штуковинам. Вы даже спокойно не могли пройти по району, чтобы вам какой-нибудь хоуми не крикнул с крыши. Чё, ты слышал про? Ладно, шутка закончилась. И здесь у нас мы бы очень хотели поиграть с вами в игру, такой тип рекламы. Самая политкорректная реклама, когда-либо снятая Нинтендо. Вот в чем цемь. Двое японцев разъезжают на маленькой машинке по Америке в поисках суши и мао-дзи-дуна. Подъезжая к домам, они звонят в колокольчик и семи стоят такие, чё, чё за хуйня происходит? Мы не гейши. И двое японцев говорят... Мы хотим поиграть. Затем начинаются салатные дни их жизни. Как у стариков в доме престарелых. Прямо как Нинтендо всегда и хотела. Убить рынок хардкора! Что будет, если они наткнутся на психопата, который совсем не сходит с ума по Нинтендо? Нинтендо. Номер шесть. Однажды в корпорации Sony они снюхали веееееесть свой кокаин. Хочет, чувак, у нас тут есть грёбаный шар, чёрт, нам надо его продать. Соня, я понял, вы хотите продать свою консоль, но что это вообще за пиздец? Я вижу, я понял весь этот гиммик с демоническим ребёнком саданы. Попеллируйте к абсолютному демографическому большинству ёбаного никого! Возможно, вы думаете, что они оступились так впервые. Поклинаю вас, посмотрите вот это. Выходи поиграть! Не могу! Я тебе люблю, джойстик! Если честно, для чего-то настолько крупного, как PlayStation 3, вам нужен стержень побольше. Боже, мы получили стержень больше. Точнее, целую плевору ночных кошмаров. Спасибо, Sony. Номер пять. Я знаю, что как королева Балла должен сидеть здесь и всё комментировать. Ну как мне, чёрт возьми, комментировать вот это? Посмотрите. С днём рождения тебя, с днём рождения тебя, с днём рождения, милый Хатсон. Чё это, блядь, за хуяня? Ёбаный бисквитный торт! Блин! Давайте-ка посмотрим, какого рейтинга эта игра. 10+. Ладно, мы закончили, я ушёл. Бни-бни-бни, вот всё, ребята. Номер четыре. В давние-давние времена, ещё до того, как о консолях судили по тому, сколько мускулы и оттенков коричневого они могут стимулировать, судили по количеству битов в них. Хороший вопрос, и что же такое бит? Я, блядь, душе ебу, но чем больше, тем лучше! В то время, всю важность бита можно было увидеть на каждом углу. Турбографик 16, Нинтендо 64. Ну, все понимали, в чём дело, в программном обеспечении. Все, кроме Атари. Некоторые из вас верят, что ваша система самая совершенная во вселенной. Ну, давайте посмотрим на цифры. В Сеге-Дженесис 16 бит. В 3D-О 32 бита. Атари-Ягуар 64 бита. И это намного более совершенное. Клиффор! Кто нанял эту дамочку? Серьёзно, так вы продаёте свои системы? Это та дамочка, которая должна заставить всех купить Атари-Ягуар? Нет! Нет! Ну, в смысле, возможно, она права. Действительно, 64 больше, чем 32 и 16 вместе взятые. Давайте посмотрим, на что же способны все эти биты. Блин. Цифры реально охренительные. Номер 3 Давайте будем честны, в детстве не обязательно всё было лучше. Просто сами мы были проще и не волновали настолько раз, что чипсы. Но давайте признаем, есть вещи, которые хороши независимо от вашего возраста. Две таких никак не связанные вещи, как, например, Робби Уильямс и Окарина оф Тайм. Эй, что это? Закат вдалеке. Но что это там? На горизонте. Субтитры сделал DimaTorzok Номер 2 К 2011 году Марио Кард так долго реинкарнировал, что уже пришла пора выпускать Марио Кард 7. Охуенное имя. Джи-джи, увидимся на следующей неделе. Но ведь не всегда же было вот так. Вы помните времена первого Супер Марио Кард? Да, вот этого. Что первое приходит вам на ум, когда вы видите это? Скорость, от которой слезятся глаза? Хаос? Эпичные манёвры? Нет. Даже не близко. Это сосёт. Во всяком случае, это моё мнение. Ведь этот чувак думает, что это соревнования по экстремальному вождению. Ну чё, погоняем. Настоящее безумие, происходящее в Супер Марио Кард. Огромная грязевая яма. Снежная пустоша. Лесная долина. Это дико. Поиграй паузером или посмотри, как машина и ёши носятся на сверхпредельных скоростях. Вон она, черепаший пазарь, грибы, динамит. Ну-ка пожри мою пыль. Почувствуй ветер на вкус. Две скорости. Быстро и слишком быстро. Ну-ка притормози. Ну-ка приторазми. Я это так не спущу. Ну-ка отмотаем назад. Две скорости. Быстро и слишком быстро. Две скорости. Быстро. Слишком быстро. Блестяще. За последние 10 лет я достаточно ослушался дерьма в сторону Хейла совсем не заслуженно. Каждый раз, когда слышал от всех что-то переоценённое, тупая, говёная игра, я думал про себя. Неужели они не могут увидеть свет? Хо-хоу, божечки, как мы сюда попали. Каким вообще образом можно продвигать игру, которая зарабатывает денег больше, чем маленькая страна за год? Просто. Божечки, вот тебе 5 миллионов, сделай какое-нибудь дерьмо. И они сделали реальное дерьмо. Halo 3, компания «Верить». Моя любимейшая реклама про видеоигры. Где сияющие повсюду эмоции, желание присоединиться к этому приключению. Это просто гениально, выглядит реалистично и жёстко. И если честно, эта реклама просто прекрасна во всём. Я даже не знаю, что ещё можно добавить. Увидимся в следующий раз. И да, не превышайте лимит скорости, когда мчитесь по встречке. Опасно это всё. И велозучил Чучубак. С днём маркетингового разводилова. Ой, с днём Святого Валентина. Спонсор этого выпуска. Как всегда, мои дорогие патроны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и становитесь одним из них. Спасибо вам за то, что вы рядом. Всем спасибо. Увидимся на следующей неделе. Как обычно. Субтитры подогнал «Симон»